Заготовка под инопланетянина готова. Пришло время заняться непосредственно его изображением. Трафарет не особо сложный. Всего три слоя. Поэтому думаю, что раскидаю его быстро. Хоть вырезать детали из обоев не так уж и просто. Они то и дело постоянно пытаются порваться. В этом есть некоторая сложность, но в целом все выполнимо. Если вам кажется, что вы смотрите не сначала, то вероятно это так и есть. Скорее всего вы пропустили первую часть, но в этом нет ничего страшного. Предлагаю восполнить пробел и уже потом вернуться сюда. Действуем по классике. Цепляем первые слои на скотч. Сгодится самый обычный, но в каких-то местах я использовал двухсторонний. В основном задействовал его во внутрянке, иначе от обычной ленты остался бы незакрашенный след. В этом проекте работаем только банками. Для начала накидаем основной цвет, а уже потом добавим второй слой. Ну, как обычно. Как обычно, все, все как обычно. Для постоянных зрителей все эти процессы уже до боли знакомые. В общем, предстоит два подхода. Но лить прямо в подвале не хочу. Опять будет вонять полдня. Да и тем более погода позволяет. Так что залить на улице сам бог велел. Помимо того, что я рисую банками, так я еще смотрю довольно много видосов на эту тему. И постоянно открываю для себя все новые и новые каналы. Что это было? Вот недавно наткнулся на интересных ребят, у которых не только продавшн крутой, они еще иногда любопытные мыслишки закидывают. В наше время я слышал, знаешь, какую тему даже. И типа даже не то, что слышал, а это распространенная вещь. Западные клипы, там же куски часто мелькают. Да, да, да. И срисовывали куски с заднего плана мельковских кингов. Да, да, да. Потому что не было с чего взять вообще. Канал еще свежий, поэтому видосов не так много. Но сегодня, я смотрю, вышел еще один. Поэтому, если хотите хапануть атмосферку прямо реального такого трушного граффити, то настоятельно рекомендую обратить на них внимание. Канал называется Из угла 2.0. Ссылку оставлю в описании и под конец видоса добавлю. Так что нон-стопом прямо в тиражах. Это темно-серый такой. Я примолк только по той причине, что хочу оставить немножко процесса нетронутым. С родным звуком, без лишних слов. Иногда я прям балдею с этого. Первый слой подсох, и можно отбить остальные элементы. Накладываем оставшийся трафарет. На этот раз на улицу я не пойду. Там уже стемнело. Что ж, ну ничего не остается. Буду здесь. Как вы уже могли заметить, сектоида я решил сделать в серой цветовой гамме. Посчитал, что если я его сделаю более ярким или кислотным, то реалистичность этого персонажа, на мой взгляд, очень сильно бы пострадала. А это очень важно. Хочу, чтобы люди, хотя бы на секунду, задумались о возможности существования инопланетян. На мгновение усомнились в своей сформированной картине мира. Но для этого нужно хорошенько поработать с детализацией. Берем в руки кисть. Допилим морщинки. Стравливаю ту же самую краску из банки. Прием топовый. Кто в теме, настоятельно рекомендую. Ну, сейчас можно расслабиться и всласть поковыряться с мелочами. Ведь только на этом этапе я начинаю получать удовольствие от созданного изображения. Подрезаю всякие неровности и добавляю незначительные изменения. Всем этим я приближаю гуманоида к законченному виду. В том, что это произойдет, сомнений нет. Я больше переживаю из-за предстоящего этапа. Лакировка. Да не обучаем, а весьма капризным светоотражающим лаком. Если я с ним накосячу, то все. Все. Считай, вся идея на смарку. Лак лежит у рамы в гараже. Поэтому все остальные манипуляции проведем там. Правда, рама сейчас немножко занят. Оттягивается. Поэтому сейчас стрельнем ключи от гаража и начнем. Ну, даже бесконечно. Это лесной гопник. 2013 год. Сколько уже времени прошло, я все той же херней занимаюсь. Не спрогрессировал ни на йоту. Сначала, наверное, заднюю часть залача. Потимали защитит фанеру, но надо дополнительно укрепить именно торцы лаком. Телепортировалась? Кому интересно, что это такое, отвечу лишь то, что это ведьмин портал. И то, что скоро у рамыча на канале про него выходит видео. Ой, ему грустно. Поэтому, кого заинтересовало, предлагаю подписаться. Ссылка в описании. Это ультима. Тыльную сторону покрываю обычным лаком. Ее все равно никто не увидит, поэтому главное, чтобы влага не проникала. А отблескивает, не отблескивает, вообще пофигу. По поводу этого лака могу сказать, что я доволен. Ультима за свои 180 рублей показывает весьма достойный результат. Пользуюсь, не жалуюсь. Моментально сохнет, уже смотри. Остались только такие места, где я прям обильно палил. Там осталось лака, на самом деле, в банке не так много. Я думаю, этого хватит. Это уже как бы излишки, я считаю, там, тыльную сторону лачить. Нахуя, если он два дня проживет? Ну, начинается. Мне кажется, рамыч втихаря собирает себе небольшую армию. Я об этом ничего не знаю. Вон она, а какая там наша армия? Просто он вооружает какое-то безумное количество детей. Зачем? Почему-то готовится. О боже, блин. Ну это серьезные объемы. Зачем он столько сделал? Что-то его убивать. У него целая арда, что ли? Мы за этим пришли. Холодные банки какие-то. Ну все, погнали. Торопиться не нужно. Смотрим, как наносится, как ложится. Собираем информацию. В какой-то момент я заметил, что струя начинает сужаться. При том, что и штатный кэп довольно узкий. Так, подождем, пока высохнет. А потом уже второй слой, я думаю, надо нанести. На всякий случай. Тьфу, блин. Чего он стреляет-то? Блядь. Чего за нахуй? Смотри, он плюется. Ладно. Испоганил ему лоб. Ну ладно. Тоже плюется. Блядь. Чего за хрень? Температура? Пиздец попал. Ну что ты продолжаешь портить? Замерзла. Пойдем отогревать. Как в такой ситуации поступить? Я думаю, надо запихнуть их к себе под куртку. Потому что в гараже что, тепло что-то? На. Давай, ладно. В гараж и под куртку. Пришла в голову дурацкая идея нагреть с помощью горелки. Актерозольный баллончик. Ты что? Ты что делаешь-то? Ну дай выйти-то. Чуть-чуть отогрел. Блядь, что я наделал? На банке я так и не нашел, при каких температурах с ним можно работать. Да и сколько было на улице в тот день, я не помню. Но могу точно сказать, что холод на нанесение влиял. 100%. Главное, чтобы отражал все остальное. Все, и начинается по новой. Прикольно отблескивает. Даже видно, вот эти маленькие частички подсохли. И прям сразу видно, что они такие блестючие. Едем ставить. Ребят, сразу говорю, что я выбрал другое место по разным причинам. Если будет интересно, расскажу как-нибудь на стриме. Да вот оно, слева. Вы, главное, напомните. Но здесь парковаться сложно. Давай дальше немножко проедем. Рам, Рам, мы тут пойдем сейчас нахуй. Ты что, братан? Репутационный коллапс может произойти. Блядь. К нужному месту подъехали на закате. Сейчас солнышко сядет, и мы подснимем, как он у нас от фара отблескивает. Крепить будем не к бетонному ограждению, а к обычному дереву. Это позволит нам выбрать правильный угол и высоту. Да и само крепление на саморезы, это значительно удобнее, чем заморачиваться с бетоном, бурить его шпильками. Я приветствую рациональный подход. Иногда это полезно. Ну все. Теперь ждем, пока стемнеет, и совершим несколько проездов мимо неба. Представьте. Вы возвращаетесь домой с работы, неспешно проезжая по извилистой лесной дороге. И вдруг вдали начинает что-то светиться. И только при самом сближении, на момент, можно увидеть, что это инопланетянин. По-моему, пизда. Реакция случайных зрителей не заставила себя долго ждать. При повторной проходке мы увидели остановившуюся машину, и люди фоткались с инопланетянином. Чел, чел стоит фоткает, да? Смотк. Правда, интересно, как это у них получилось, потому что при вспышке он сильно отблескивает. Белый весь. Ну, в общем, такая история. Последний стрит-арт в этом году. Поэтому в честь этого я разыгрываю три стикер-пака. Условия простые. Нужно сделать репост трейлера прямо из халы. И три рандома получат стикер-паки. А в прошлом видео я попросил вас кинуть предложение, кого еще можно сделать из фанеры. Мне понравился вот этот комментарий про хищника и светящуюся кровь. Заслуживает стикеров. Все дружно подписываемся в инстаграм, в группу вконтакте, выкладываем там свои работы, ловим реакцию, комментарии и лайки. Или не ловим, зависит от того, что нарисуете. Ну, а лайкать этот видос или нет, дело ваше. Но мне было бы приятно. На этом все. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ